Мне хотелось бы сказать, что я очень рада, что происходит такое событие, и действительно время, как говорят, изменилось. Оно изменилось уже достаточно давно, еще 22 августа 1943 года. Просто мы с вами это не очень сильно замечаем. И вот пришло то время, когда все то, что было тайным, выходит на поверхность. Мы все учились, учились понемногу, как говорится, и нам, и в высшей школе, и в средней школе давали ту информацию, которая, увы, не соответствует истине абсолютно. Но, в частности, говорилось о том, и все вы, наверное, это знаете по школьным программам, что на территории Европейского Севера изначальное население появилось очень поздно, что оно появилось после Ризвермского или Осташковского или Валдайского объединения, где-то примерно 20 тысяч лет тому назад, или 18 тысяч лет тому назад, что это население пришло из-за Урала, из-за давления избытка населения там, что это были финно-угры, что славяне пришли сюда на рубеже первого-второго тысячелетия нашей эры, что они смешались с автоктонным финно-угорским населением, и в результате мы имеем то, что мы имеем. Что русы, как таковые, это отбросы европейских наций, которые были прижаты к границе обретника, и вот в результате у нас такой ничего не могущий, ни на что не способный народ. К глубокому сожалению, до недавнего времени у нас были закрытыми те материалы, которыми пользовалась практически вся Европа. Только в 2002 году были переизданы, и надо прийти в благодарность Валерии Никитичу Демину, «Царствие ему небесное», который много положил на то, чтобы эта книга вышла, вышла переписка Бои с Вольтером. Жан Сильвен Бои – это трижды академик, то есть трижды бессмертный по традиции французов, который писал о том, что вся цивилизация, и вся история, и все знания идут из Арктиды, или, как его называли, грехи-гипербореи, о том, что все сведения научные, микологические, которые тоже, в общем-то, были с цифровыми научными знаниями, идут отсюда, и что ни греки, ни римляне, ни индусы, ни египтяне были учителями человечества, а те самые патриархи Северного полюса, которых его соотечественник, сын Ивдальдейдер, французский маркиз, в начале XX века называл патриархами Северного полюса, великими инженерами, мудрецами, строителями, которых больше не знало человечество. В конце XIX века первый ректор Бостонского университета Уильям Уоррен написал книгу «Найденный рай или жизнь человечества у Северного полюса», где снова подтвердил выводы, сделанные академиком XVIII века. В начале XX века, в 1903 году, выдающийся исследователь культуры своего народа и политический деятель Балгага Хараптила издал свою книгу «Арктическая родина в Ведах». Казалось бы, уж где как ни в России надо переводить этот текст, ведь Арктика – это мы и Норвегия, речь идет в книге только европейской части Арктики. И тем не менее, эта книга впервые переведена на русский язык Натальи Романовной Гузовой в 2000 году и вышла в Москве в 2001 году, то есть практически через 100 лет. В 1910 году русский ученый сердцкого происходяний Евгений Елафьевич написал книгу «Крайний север, как проводено человечество». У нас в библиотеке имени Ленина сохранился один единственный экземпляр этой книги, который до 1982 года, после 1913-го, был не затребован ни разу. И вот сейчас мы с вами подходим к очень интересному периоду, когда перед нами начинает раскрываться книга жизни, бытия нашего с вами народа. Название конгресса не случайно. Сам термин Индославы ввел в научный оборот выдающийся санскритолог Ракула Санскритьяна, который в 50-е годы работал в Ленинградском университете, студентов учил санскритту, и перу которого принадлежит книга «От Волги до Ганги». Где он описывает, правда, несколько во времени и в пространстве все это смещено, он описывает про путь Арьев до Ганги. Но, естественно, поскольку никогда не бывало таких исторических условий, которые бы заставили весь народ уйти со своей земли, то сегодня мы говорим о новой исторической парадигме. Нет, население автохтонное русского севера не было финно-угорским. Финно-угор, к которому я отношусь с огромным уважением, увы, пришли сюда не раньше 8-го, 9-го века нашей эры. О чем свидетельствует финская историография, и что подтверждается целым рядом документов, у меня просто нет возможности доказывать это. Основное население европейского севера состояло из потомков той древней индоевропейской массы, которые сохранили древнейшие обрядовые годы. Язык, традиции, топы и гидронимию, многочисленные культурные моменты, которые невозможно придумать, орнаментику, специфику ментальности и так далее и тому подобное. Для того, чтобы вы представили себе, насколько это серьезно, мы знаем, что еще в 1964 году выдающийся санскритолог Индии Дурга Бразад Шастри на конференции в Аллахабаде заявил, что если бы меня спросили, какие два языка наиболее близки в мире, я не задумываясь бы ответил, русский и санскрит. Естественно, о том, что русский и санскрит близки, говорили следователь еще 19-го века, но обычно для сравнения использовались материалы литературного русского языка. Наталья Романна Гусева рассказывала о том, что когда Дурга Бразад Шастри, который не знал русского языка, приехал в Москву на три недели, во-первых, он через две недели оказался от переводчиков, потому что он понимал, о чем говорили, но самое потрясающее было, когда он приехал в одну из подмосковных деревень и в разговоре с хозяйкой дома, а там происходил процесс благоразоводный, и ее сын разводился со своей женой, сноха отделялась в отдельный дом, и дома стояли так вот в ряд. И он спросил, чей это дом? Естественно, на английском языке. И Гусева, естественно, опять же переводила ему с русского на английский. Хозяйка ответила, это наш дом. Шастри спросил, на каком языке она отвечала? Гусева говорит на русском. Как на русском? Это же санскрит. Это наш дом. А это чей дом? Она отвечает, а это дом сына. А теперь она на каком языке отвечала? На русском? Да это же санскрит. Это дом суну. Она как-то странно сказала сына, суну. Говорит, а это чей дом? Она отвечает, а это дом снохи. Ну вот и Гусева говорит, тут у него норги подкосились, он взял на травку. Потому что на санскрите это будет звучать, это да, снухи. Или снуши. И вот вернувшись в Индию, он и, соответственно, сделал такие выводы. Для того, чтобы вы представили себе, что такое русский север и северно-русские диалекты, я просто приведу вам некоторые примеры. Углубляться далеко невозможно, это почти я не лингвист. И даже вот так снимая сливки с диалектных форм, я могу взять 30 страниц совершенно одинаковых слов. Но это те диалектные формы, которые распространены в Вологодской, Архангельской области. И послушайте, как это звучит. Санскрит Карака Руки Караки, караксы, это русские уже, руки. Акула Неблагородный, нерадовитый санскрит Акулька Неаккуратная, неопрятная Архангельская губерния Адина Питающийся, поедающийся Адина или Адин Адина, ненасытный, прозорливый Вологодская Архангельская губерния Арати Вражда, враг Арит, враг, уреган Я просто первое произношу санскритское слово, второе русское Арк, петь Аркать, кричать, издавать звуки Арман, бегущий, спешащий, быстрый Армина, прочная нитка для починки обуви На санскрите Буруда, корзина Вологодская Буса Санскрит Пару, бар, туман Отбросы, нечистоты Буса Туманно Изморез Бусы Пасмурный, моросящий Бус Опать, грязь Бусеч Плесневень Покрываться плесенью Буссель Плесень Бусселы Порченные продукты Варака Санскрит Бедный Жалкий Я вас еще не утомила? Варака Недотепа Неудачник Неумелый Нереха У нас Варака Кабан Вепрь Варакуба Неаккуратная Неопрятная Свинья Вара Ограниченное Замкнутое пространство Круг Варя Лицо Вирава Крик Шум На санскрите Вирава Крик Шум В северно-русском Гана Собрание Объединение Толпа В санскрите Гана Толпа Скопище У нас Гати Дорога Путь У нас с вами Вы тоже знаете Что такое Гати Гада Болезнь Недух На санскрите Продавать Болеть У нас Гу На полокно Нить На санскрите Гу Верхняя Одежда Или Рубашка У нас Гу Звучать На санскрите Гу Гу Звучать У нас Дивья Небесные Чудесные Прекрасные Удивительные Великолепные На санскрите Дивья Легко Прекрасно Хорошо Просто Душки На санскрите Корча Разложение Гниения Душа Забрезняющие Кортищие Корча Душить Издавать Думной запах У нас Душина Сильный Неприятный Запах Гето Пестрый Переливающий Светкающий На санскрите Етистый Яркий Переливающий Красивый У нас С вами Ну Такое Слово Как Паши Руки Крылья Перья На санскрите Руки Крылья Перья У нас Или Например Папин Безнравственный Злодей Негодяй На санскрите Безнравственный Злодей Негодяй Сверхно-русских Диалектах Я думаю Продолжать Не надо Потому что Здесь примеры И вот так Отойдя Как я вам В целый час Буду читать То же самое Касается И название Русских Рек Северно-русских Центрально-русских Рек Дело в том Что очень долго Пытались их Идемологизировать Исходя из Законов Финно-русских Языков Не получалось Ничего Потому что Когда Пиннигу Переводят Как маленькую Речку А это 800-километровая Река Которая Вразлили Будет 2,5 километра То конечно Такой юмор Очень сложно Понять Хотя Пинга На санскрите Значит Красно-бурая И действительно Пинника Течет По Глинам Красным Которые Дают Ощущение Крови Особенно У берегов И в лужах Выращивали Свой Ячмень А ячмень Это Индемик Севера Как и рожь И пшеница И олез И лен Это растение Длинного Светового Дня Которое Нормально Вегетировать В естественных Условиях При отсутствии 18-ти 20-ти Дневно 20-ти часового Солнечного Дня Не Может То есть Эти растения Оказавшиеся Уже В том же Самой Египте Где Священное Растение Богов Которого Не было Египте Называется Раш Не надо Ничего Больше Объяснять А ячмень Является Самым Главным Продуктом Для получения Священного Напитка Пива То конечно Коль скоро Они являются Эндемиками Севера То И надо Исходить Из того Что здесь Они Действительно В большом Количестве Росли Плюс Ко всему Очень Интересна Сама Топонимика У нас По Ланецкой Губернии Рядом Текут Три реки Река Шила Ручей Река Падма И река Ганеш Ручей Ганеш На территории Ланецкой Губернии Протекало Три реки Ганги Две Ганги На территории Архангельской Области Одна На территории Вологодской Области Такие Реки Как Кубина Извилистая Юга Сливающая Сухана Сухана Буква Налекопреодолимая Это Все Переводится Санскрита Когда В центрально Русской На центрально Русской Волгогском Междуречии Там Части Не могут Объяснить Да Понимест Почему Название Такие странные Реки Как Дардура И Дардурика Вообще Непонятно Что это Такое Надо Обратиться Просто К санскритско-русскому Словарю Мы с вами Узнаем Что Дардура Это Лягушка А Дардурика Это Лягушачья И Если Влаги Кошанкини Допустим В лесной Книги Махараты Где Дается Список Тир На 3150 Год До Нашей Эры Когда Мы Коррелируем Вот эти Вот Даты То Естественно Если Была Река Шанкини То Она И Есть До Сих Кошанкини Если Было Озеро Рама То До Сих Остается Озеро Рама Если Была Река Сутильдха То И Осталась Река Сутильдха Если Мы Сегодня Говорим О том Что Мы Не Можем Понять Что Такое Волга Которая Ира Иганга В Древности То Даже Слово Волга Вальга Значит На Санскрите Прекрасное Отсюда Кстати Имя Вольга Или Ольга И так далее И тому подобное Сегодня Говоря О Древности Нашей Земли Мы Должны Сразу Отметить Что И Такие Материалы Которые Не входят В Предмет Культурологии Как Геомархология И Глицология То Что Говорит Нам О Леги Как По Существу Долго Людей Обманывают Дело В том Что Индоевропейцы Приходят На Территорию Передней И Малой Азии В Игиду На Территорию Индостана И Ирана На Территорию Западной Европы Не Раньше Кубежа Третьего Четвертого Тысячелетия До Нашей Эры Эти Подвижки Были Невозможны Потому Что Достаточно Долго Существовало Огромное Море Которое Соединяло Азовское Каспийское Черное Аральское Море А также Подтрубные Озера Которые Отделяли Западную Европу От Восточной Европы Во время Валдайского Или Ресвернского Оледенения Именно На территории Восточной Европы Находилась Единственная В Европе За исключением Пиренейского И Афининского Полуострова И Юга Франции Зона Лесов Причем Широколистские Доходили Вплоть До Средней Печоры Всю Остальную Территорию Занимали Руговые Злаковые Степи Где И росли Эндеми Герош И чмей Овес Пшеница Лен Так что Говорить о том Что людей Здесь не было И они Пришли В пост Ледниковье Конечно Крайне Обременительно И я не знаю Каким образом Можно Конечно Построить Эту модель Если указывать Что на этих Территориях Обитали Такие Степные Животные Как Мамонт Шерстистый Носорог Лошадь И Наконец И как То есть Все они Должны Были Чем-то Питаться Как вы Понимаете Мамонты Лед Не ели Как и лошади Для этого Нужна была Степная Растительность И действительно Климатологи Изучая Керны За последние 100 тысяч лет Пришли к выводам Следующим Что от 100 до 70 Вернее от 130 до 70 тысяч Мет Тому назад На этих Широтах От 55 до 70 градусов Северной Шилоты Среднелетней Среднелетней Температуры Были на 8-9 градусов Выше Чем Сейчас И Среднезимней На 12 То есть Здесь были Те же самые Условия Что в Передниковых Зонах Западной Европы Юг Франции Север Испании Что в То Время Когда Западная Европа В большинстве Своем Была Покрыта Арктической Тундрой Березовым Редколесь А вся Англия Покрыта Английским Ледником То есть Благодаря тому Что вот эти Ледники Замкнули В подкову Английский Пиренейский Альбийский Карпатский И Центральную И Западную Европу На территории Восточной Европы Ледника Фактически Не было Скандинавские Печорские Ледники Занимали Достаточную Территорию Но Территория На которой Люди Могли Существовать И существовать Очень хорошо Было Больше чем Достаточно Так что Уходить Отсюда Им Не было Никакой Необходимости О том Кто жил На этих Территориях В эпоху Мезолитов После Ледниковья Когда Начиная С 8 Тысячелетия До нашей Эры Резко Повышаются Температуры И было Теплее Чем у нас С вами Сейчас До середины Первого Тысячелетия До нашей Эры Свидетельствуют Находки Археологов Люди Которых Здесь Обнаружили Не имеют Никаких Признаков Монголоидности Это Классические Европеоиды И мальчик Найденный В могильнике Попова Похороненный На рубеже 8-7 Тысячелетия До нашей Эры Был Классическим Европеоидом Лежавшим На Вытянутом В положении Вытянутом На спине А у левого Плеча Его Лежали Две Ритуально Убитые Собаки Старая И молодая Да будет вам Известно Что Бога Смерти Яму Веден Сопровождают Две Собаки Старая И молодая И более Того То что Говорится В гимнах Рекветы То что Говорится В древнейших Текстах Махапхараты Уводят Эти источники Именно на территорию Приполярья Именно здесь Можно увидеть Семь звезд Большой Медведицы В зените Которую они Кстати Называли Не медведицей А лосем Не забывайте О том Что Саки Шакья Происходит От сака Сака А сака Это лось Это священная Конь Древности Тот самый Зверь Шараха Звуки Которого Облашают Гору Гандамадану И озеро Гандамадану А Что касается Горы И озера То они Тоже Как это Не покажется Странным Находятся На территории Аланецкой Кубернии Это Топое Петронение Сохранилось До сих пор Когда Мы Говорим О Людях Которые Ушли Отсюда И Которые Донесли До территории Индостана Свои Священные Тексты Давайте Не будем Забывать Каким Образом Они Определяли Те Антропологические Характеристики Которые Считались Предпочтительными Когда Они Говорили О своем Божестве Лотуса Голубоокии Русобороды Камышеволосы Всех Существ Преда Баларама В эпосе Называется Лотоса Голубоглазом Белым Как молоко Коровы Белый Как Корень Лотоса Кришна Описывается Как Человек С глазами Такими Же Как Цветок Льна Нулён Пендемик Севера Он Тоже На территории Индостана Голубой Это Плодяной Цветок Расти Практически Естественно В условиях Если его Конечно Не интродуцировать Не может То есть И Определённые Характеристики Антропологические И Определённые Характеристики Культурные Которые Были Унесены Очень Далеко Они Конечно Это Более Чем Мощное Свидетельство Подтверждающее Что Начало Этой Огромной Культурной И Прочей Истории Было Именно Здесь И Последнее Что я Хотела Сказать Чтобы Не Занимать Так Много Вашего Времени До сих Ко На территории Индостана Свадьба Происходит Тогда Когда Невесту И Жениха В Высших Касках Окуривают Горящей Берёзовой Веточкой А Берёза Не Является Породообразующим На территории Индостана И Чтобы Эти Веточки Нарвать И Набрать Берёсты Или Берестяной Коры Как у нас Иногда Пишут Брагманам Приходится Подниматься На высоту Трех Трех С половиной Тысяч Метров Где Растет Берёза Гималанская Или Берёза Жакмона И Ещё В Восемнадцатом Веке Браг Высших Касках Считался Незаконным Если Запись О нём Не будет Сделана На везде Перед Первой Брачной Ночью Муж Будущий Выводит Свою Жену Во двор Она Поднимает Голову К небу Он Спрашивает У неё Видишь Лепет Робу И Семь Риши То есть Семь Звёзд Большой Медведицы Высоко Над головой И Она Отвечает Вижу Хотя Видеть Она Их Там Не Может Эти Созвездия Накроются Низко Над Горизонтом Но Она Обязана Их Видеть Потому Что Семь Ниши Семь Звёзд Большой Медведицы Или Как Это Ещё Иногда Трансформируется Семь Раша Ни О чём Вам И Она Обязана Их Видеть Как Их Ру Нерушимую Неколюбимую Полярную Звезду И Поэтому Когда Сегодня Кто-то Ёрничает По Поводу Нашего С вами Этнонима Раша Который Сохранился В английском Языке Мы Себя Называем Немножко Иначе Русы Что значит Светлые Ясные Да Не забывайте Что Раша Это значит Мудвецы И Мудачи Где Богатство Представляется Не богатством Из золота А богатством Мудрости И Завершая Всё это Я Вам Желаю Быть Мудрыми Знать Историю Своих Предков Потому Что Ещё В XIX Веке Выдающийся Фольклорист Фёдор Кузлаев Говорил Что Наиболее Ясное И полное Осознание Основных Корней Нашей Народности Является Едва Стали не главным вопросом Не только русской науке На всей русской жизни Благодарю вас за это АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.